Друзья, всем привет! С вами Полит. И да, я тоже заболела. Трис, это ты во всем виновата. Но на самом деле я ужасно тебе благодарна за то, что ты и меня вдохновила и заставила вспомнить всё. И я действительно вспомнила, сколько дней и сколько часов я провела, играя этот челлендж. А челлендж будет, конечно же, Апокалипсис Синц 2. И это были такие захватывающие часы в моей жизни, что мне очень захотелось в это состояние вернуться и ещё раз пережить и весь этот ужас, и неудачи, и трэш, и радость, и угар. Тем более, что совсем недавно мне на глаза попалась история, подлинная история, которая вполне могла бы запустить Апокалипсис. И я подумала, это не случайно. А прочитал я историю о том, что однажды в Англии на пивоварне Мо случилась авария, и там взорвалась огромная цистерна с пивом. Цистерна была так велика, что этот взрыв запустил цепную реакцию. И все рядом стоящие цистерны поведше тоже начали взрываться одна за другой. В итоге полтора миллиона литров алкоголя смыло город Тоттенхэм, это английский город, с лица земли и отравило всю округу. Но чем не история для Апокалипсиса? Эти алкогольные пары отравили почву, отравили водоёмы. Большинство людей умерло от алкогольного опьянения, а те, кто не умер, буквально зомбировались от попавшего в их организм количества пива. Потом, когда весь город привели в порядок, на месте этой злосчастной пивоварни был построен, кажется, даже театр какой-то, который назвали Доминион. Поэтому город, в котором будет проходить мой Ап, будет называться Доминион. И живёт в этом домике, который называется «Не надо пиво» Фаина Фатун. Я всё это ввела английским шрифтом, потому что почему-то строка кодов, она нужна для того, чтобы регулировать финансы семьи, не воспринимает кириллицу. Так вот, эта Фаина Фатун выжила после этого пивного наводнения только благодаря тому, что её дом был расположен удачно. Основная масса пива слилась вот в эти два водоёма, а до вот этого озера она не протекла. Но, тем не менее, почва так пропитана пивом, что почему-то даже вот эти вот зловонные лужи возникают вокруг дома Фатун. Ух ты, я забыла поставить зиму. Сейчас мы это дело исправим. Исправляю прямо на ваших глазах. Экосистема была нарушена, небо затянули тучи, растения перестали расти, и наступила ядерная, ну, пивная зима. На удивление, мне очень легко удалось установить Sims. Единственная программа, которая мне понадобилась, это вот этот график Rules, которая сама настроила мою карту, и пока, к счастью, с игрой проблем никаких нет. Я чуть-чуть качнула доп-контента, потому что я всегда в Sims 2 играла с большим количеством доп-контента. Но сейчас у меня только самое необходимое. Дефолтные скины, дефолтные глаза, а еще дефолтный реплейсмент, фейс-реплейсмент. То есть, чтобы прохожие, которые будут здесь шляпться, не были жуткими уродами и крокодилами. Ну, еще я качнула, знаете, кто это? Никого она вам не напоминает? Да-да-да, это Эмми Фанни Фаулер, которая была невестой, а впоследствии женой Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва». Ее далеко не назовешь красавицей, но, тем не менее, лицо у нее очень-очень запоминающееся. А я вот люблю таких необычных колоритных симиков. Дорогая моя Фаиночка, нельзя наблюдать за птицами. Ты вообще ничего нельзя. Мы ждем газету. От того, что там будет в газете, зависит вся дальнейшая стратегия, зависит то, что я куплю. Ну, потому что, конечно, я бы была не я, если бы не играла ап с экстремальным стартом. Но экстремальный старт в двойке – это вообще не то, что в четверке. В четверке это был просто какой-то курорт на Сейшелах, пятизвездочный отель на Бали, но только не апокалипсис. Потому что в двойке экстремальный старт – это мрак. Ну, мало того, что почему так поздно тут приносят газету. Мало того, что Сим, естественно, взрослый и непрокаченный, алкогольные пары выветрили все знания из головы, может быть, когда-то умной Фаины. Так еще здесь экстремальный старт жестко ограничен финансами. Мы должны купить самый большой лот, пустой, пять на шесть. После этого, когда Сим сюда въезжает, у него вот здесь 1500 бюджет. Я построила такую основу домика. Тут все действительно рассчитывается до симолеона. Я вот использовала вот такой вот столбик. Вот это такие столбы. По два симолеона за каждый. И если вы расположите их вот именно по такой схеме, вы сможете полностью застелить квадрат 8 на 8. Естественно, любая лестница должна находиться в границах этого квадрата. И далее, используя одну единственную колонну, строительные элементы удалять нельзя, но передвигать можно. Передвигать до выхода в режим жизни. Так вот, используя одну единственную колонну, вы сможете застелить этажи, я даже не скажу, что это фанера. Это плотный картон. Это все, что осталось из строительных материалов. И он совершенно необходим для экстремального старта. Это вот этот вот полпотолок. Это называется белый потолок. И стоит он 0 симолеонов. Без него на экстриме не выжить. Я играю по правилам сайта, который называется Михей.ру. В принципе, правила там не разнятся с сайтом Дара Симс. Просто на Михей есть еще ужесточенный вариант правил. И некоторые ужесточенные добавления, ограничения к правилам я беру. Я буду вам о них рассказывать в процессе, не сейчас. Так вот, одно из ограничений там то, что вы можете строить только три этажа, не больше. Вот видите, у меня три этажа. И я решила сразу все их наметить этим бесплатным, будем считать, картоном. А вот здесь это уже как бы крыша получается. Но на ней потом мы с вами сможем поставить навес. И, скорее всего, я буду это использовать как склад, как такой чердак для неиспользуемых предметов. Я планирую машину. Это тоже один лайфхак. Машину можно располагать на любом из этажей. И парковка у меня будет вот здесь, на третьем этаже. Машина каким-то образом туда телепортируется. Как мы будем ютиться на всего лишь двух этажах, я пока себе плохо представляю. Я вообще не представляю, как вот играть с таким ограниченным бюджетом. Я уже пару симов уморила то холодом, то голодом, в прямом смысле этого слова. Но когда-то я так играла. Я реально не один раз проходила апик в двойке, начиная с экстрима. Поэтому попробую снова вернуть эти навыки. Я сейчас вам, друзья, даже не рассказываю про то, кто такая Фаина, ее стремление. Потому что это Фаина номер 3. А будет, я думаю, что еще Фаина номер 15. Поскольку экстремальный старт, вернее, сдача экстремального старта зависит от того, какую карьеру нам сейчас принесет почтальон. Да, судя по дебиловатому виду лица этого мальчика, даже фейс-реплейсмент не помог. Мы очень нуждаемся в том, что очень важно, чтобы даже карьера была ненужной, неполезной, а чтобы она была денежной. Да нельзя прыгать на скакалке. Потому что сейчас все упирается в финансы. И желательно, чтобы на работу нужно было идти прямо сегодня. Тут очень-очень разная оплата бывает за начальный уровень карьеры. Ну, скажи, что там какая-нибудь охрана порядка. Вакансия комедиант в области эстрада. Замечательно. То есть это совершенно бесполезная карьера. Это, пожалуй, одна из самых бесполезнейших карьер. Но на работу можно идти сегодня в 3 часа. Это значит, что я сейчас ничего не буду покупать. Да, конечно же, Фаина очень хочет пойти на эту работу. И говоря, что мы ничего не будем покупать, размечталась, как же заняться сексом. Я имею в виду, что мы не будем покупать холодильник, потому что на работе сегодня покормят. Но мне в любом случае придется купить печку, потому что она уже замерзла. К тому же эта печка-буржуйка создает потрясающий колорит реального апокалипсиса. И, конечно же, нам понадобится кровать. И вот тут у меня большой вопрос. Купить ли мне самую дешевую кровать за 300, либо все-таки за 360. Кровать разрешена с бодростью не выше троечки. То есть снятие определенного ограничения. Да-да-да, не смейтесь. 67 миллионов это очень существенно на первых парах. Но все-таки я выбираю комфорт 2. Комфорт тоже важен. Поэтому давайте купим такую вот кроватку и поставим ее сюда. И дальше вопрос. Описывается ли Фаина до ухода на работу или нет? Если нет, то до ухода на работу я не буду покупать раковину. Она, естественно, грязнули, чтобы она могла принять раковину. Нам нужно обаяние. То есть это значит, все равно придется купить стенку и придется купить зеркало. Еще и один друг нужен. Конечно, Фаина не будет постоянно на этой работе. Скорее всего. Хотя, вероятнее всего, я буду играть здесь по стратегии. Той, о которой я как-то писала в комментариях у Трис. Вероятнее всего, не будут Фаину повышать. И главная ее задача будет найти хахаля и родить ребенка. Слава богу, в двойке не обязательно Сима вселять в дом. И, скорее всего, снимать ограничения мы начнем уже со второго поколения. Да, вот одно из ужесточений правил экстремального старта с Михея. Это удаление этой розовой коробочки. Конечно же, на экстремальном старте никакого компьютера бесплатного, дорогого и хорошего никто нам не приносит. Так, дорогая моя, давай-ка ты, наверное, даже погреешься, чтобы, если сейчас кто-то появится, а вот уже появилась Тиффани, ты могла бы с ней пообщаться. Поджарь свою попу. Раза три. Да, дома как такового у нас нет, просто чистое поле. Поэтому любой может к нам зайти. Машина прибудет в два часа. До двух ты точно не умрешь с голоду. А вот отписываться можно вполне. Игра в мяч тоже помогает Симу немножко согреться и очень хорошо усилий. И быстро поднимает отношения и досуг. Потому что в Тисбрысь они не сразу соглашаются играть. Нужно чуть лучше сдружиться. Но сейчас я даже выбираю игру в мяч, для того, чтобы Фаина не успела замерзнуть. Я на самом деле экспериментирую с разными аспирейшенами, с разными стремлениями. Да, скорее всего, самое оптимальное стремление – это знание, потому что там каждый новый навык дает бонус к успеху. Ну, мне просто хочется проверить, у других-то Симов есть шанс пройти экстрим. Так, нам идут знакомиться соседи. Нам нужны симпатичные молодые люди. Ну, симпатичные – это я, конечно, хватанула. Ну, хоть какие-нибудь молодые люди. Тит вялых. Ну, хорошо. Вялых так вялых. Давайте попробуем задружиться с Титом. Бросай бабулю. Нам нужны потенциальные мужья, потому что, скорее всего, от тебя толку не будет никакого Фаина. Твоя задача будет более-менее обустроить дом, чтобы вырастить там второе поколение. Ну, если какое-нибудь желание хорошее получить, это можно сделать вот таким образом, задав в действии выяснить отношения. Ну, к сожалению, это не сработало. Часто это срабатывает, и желания тут меняются. Ну, поскольку Тит ей не понравился, а любит наша девица высокооплачиваемых брюнетов и терпеть не может безработных. Да, проверила я информацию. Эти желания обновляются только если... Тит чего-то не нравится почти никому. Обновляется только если хотя бы одна молния появляется. Ну, Тит, ты мало того, что ты вялый, ты еще и, судя по всему, безделье безработный. Вот скажи, женщина, ты нормальная или совсем озабоченная, живя без стен, без унитаза, ванной, холодильника, ты хочешь секса. Ну, доживешь, получишь. Все сбудется, стоит только расхотеть. Так, таки сбрыся, мы додружимся. Как-то Тит нас тоже не очень. У нас уже 64. О, наконец-то дружба. Ну, хорошо, у нас хотя бы есть один друг. Ну, нет обаяния. Зато скоро нам додружат воспользоваться угорной и покормят. Реально, это такая удача, что в первый день выпала карьера, потому что сколько у меня попыток не было до этого, не раз не попадала карьера. В первый день, да еще практически дни, да еще где целых 240 денег заплатят. О, так вот уже машина. Ну, здесь, кстати, можно не торопиться садиться в машину, можно еще немножечко позадруживаться. Все, она пошла на работу. Ну, ладно, иди, тем более ты уже под замерзлом. Ждем. Бабуля, у тебя инфаркта не случится? Да, я хотела сказать, что перед каждым походом на работу я изучаю карточки шансов. Теряет балл творческих способностей? Да у нас и не было баллов. Минус-то не уйдет, я надеюсь. Ну, потому что здесь настолько все рассчитано. Предыдущий вариант ответа давал 50% увольнения. 50 или 49. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому я предпочла потерять творческие способности. Покормили. Дали носик припудрить. Красота. Сейчас купим раковину. Посмотрите, какая метель. А у нас одна стена. Работа-то прекрасна. Да, тоже очень неудачное желание пригласить кого-нибудь на свидание. Неудачное, конечно, стремление. Ну, ладно, в следующий раз буду пробовать что-то другое. Итак, у нас 945. Мы можем почти замкнуть комнату. Нет, ребята, очень плохо. Впереди два выходных. Абсолютно нам не выжить на эту сумму. Поэтому я убрала газетку сначала в карман Фаины, чтобы она не испортилась. И теперь, когда 12 пробила, будем надеяться, что этому городу понадобились какие-то другие работники, что вакансии в газете обновились. И вы видите, я поставила сюда колонну. Я еще раз проверила. Действительно, правилами не запрещено двигать строительные объекты. Архитектура запрещает их только удалять. А таким образом я спасаю Фаину от воров. Воры меня навещали очень часто в предыдущих попытках. А здесь пропажа даже одного предмета. Вот, например, печки или зеркала. Это совершенно фатально. Это проигрыш всего челленджа. Давайте посмотрим, что там в газетке сегодня. В области разведка. Ну, главное, что работа во вторник, в среду. И оплата, кстати, неплохая, 225. Поэтому мы устраиваемся на работу, чтобы пойти на нее сегодня же. Бросаем к чертовой матери эту развлекаловку. И вот теперь, к сожалению, Фаина уже не сможет лечь спать. В Симс 2 спать можно лечь, только если бодрость где-то на половине. Поэтому давайте воспользуемся тем, что сегодня вторник. И что работает телефонная связь. Так давайте же купим телефон. Стены понадобятся и для телефона, и для того, чтобы... Это без разницы, куда его повесить. И для того, чтобы купить раковину. Но я пока... Нет, раковину, наверное, сразу надо купить. Она понадобится совершенно точно. А вот с унитазом мы пока подождем. Бац! И у нас всего лишь 523. Давай, моя дорогая, пока еще есть время, поговорим с персонажем. Позвони Титу. Пожалуйся ему на свою холодную, голодную жизнь. Бабулечку Тиффани можно будет использовать для того, чтобы дарить ей ненужные вещи в качестве подарков. Говорит Тит, а ты хоть где-то работаешь? Может быть, при следующем свидании ты мне расскажешь, где ты работаешь? Ну, не при свидании, конечно, а при встрече. Так, бросай Тита, я хочу, чтобы ты позвонила Тиффани. До двух мы еще можем трепаться. Губкой ты явно обтираться не будешь. Попрошу тебя ручки полакировать. Ну, вот, общение зато подняли, отлично. Логика. Ну, на шахматы у нас, к сожалению, совсем нет денег. Задружиться мы, конечно, не задружимся, но хотя бы чуть-чуть поднимем отношения. О, ты уже, в принципе, можешь спать. И смотри-ка, не мерзнешь. Помой, пожалуйста, руки. Руки раза четыре и ложись, подреми до работы. Увы, опять все те же навязчивые желания о средства гигиены и о приглашении на свидание. Невыполнимые желания. Ладно, давай, намывай руки. Колонну можно переставить. Пойдешь на работу в более-менее хорошем состоянии. Хотя без логики это, наверное, не имеет смысла. В 10 только машина приедет. Давай будем развивать обаяние. Что нам еще делать? Отлично, один навык обаяния Фаина получила. Зачем он тебе нужен? Непонятно. Друзья, я проверила карточку шансов, которая может выпасть на первом уровне разведки. И там в первом варианте убойнение плохой вариант, 50-процентный. А во втором варианте ответа негативный вариант – это потеря больше, чем в 200 семиллионов. Я буду выбирать второй вариант ответа, если будет карточка шансов. Но для того, чтобы не потерять деньги, нам их нужно практически все потратить. Благо это сделать совсем не сложно. Я думаю, что я отдам предпочтение стенам, чтобы по возвращению с работы уже замкнуть эту маленькую комнатку. И, по крайней мере, защитить себя от смерти, от холода. Ну вот, остается 33 семиллиона. Кстати говоря, можно еще немножко поболтать, воспользовавшись работающей связью. Поговори еще с бабулей Фаина. Ты уже мерзнешь. Состояние, конечно, у тебя очень и очень. Даже не знаю, греться, не греться. Когда стремление стремительно падает, если это уйдет в красная полоска и не будет никаких допустимых желаний, то есть смысл переигрывать челлендж. О, с бабулей мы тоже подружки. Поговори с ней еще и хоть чуть-чуть закрепим эту дружбу. Я хочу ей вот эту газетку убрать в карман. Ох, вот это очень плохо. Она сейчас может просто не дойти до машины и замерзнуть по грессе хотя бы один разочек. Еще разочек. Спасительная машина. Фаина уже ни о чем не просит. Дайте только еды и пописать. Пришли первые счета. Вот мне интересно, какие будут счета, потому что в прошлой моей попытке счета были очень большие. Они были почти 80 семиллионов. Я просто читала другие отчеты, и там счета не превышали никогда 30 семиллионов, даже когда было гораздо больше мебели и дом был лучше обустроен. Я вот не знаю, почему так. Так, покормили, отлично. В туалет не забудь зайти перед уходом с работы. Ну, хотя не зайдешь, так описываешься на пол и оботрешься губкой. Да, не пустили Фаину в туалет. Ну, хоть денег дали. Понятно, что без повышения. Итак, давайте посмотрим, какие счета. Вот посмотрите, счета 78. Почему такие большие счета? То ли что-то поменяли в геймплее, ну, хотя я читала отчеты апокалиптиков от 2017 года. Это очень много 78, кошмар. А с другой стороны, у нас выхода нет, все равно придется оплачивать. Ну, хотя бы хватит еще на одну стенку и на дверь. Сейчас бедная Фаина будет метаться в поисках куста, под которым можно было бы присесть. Но кустов тут, моя дорогая, не растет. Кто-то нам звонит. Ну, лучше бы вот с этой девушкой подружиться. Ты проницательный человек. Разрабатываю новый продукт. А, вот образцы для пробы. И что ж ты нам даешь? Плазму. Мы же не можем пользоваться телевизором. Ее все равно придется дарить. Тебе же, что ли? Да, забирай, Рита, свой телевизор обратно. Я вот все думаю про размер моих счетов. И думаю, может быть, они такие большие, из-за того, что у меня максимальный уровень участка. Надо будет попробовать на более маленьком участке просто вычесть деньги кодом, чтобы все равно у меня 1500 осталось при заселении. Ну, потому что мне очень не нравятся счета 80 симмолеонов. Учитывая, что они приходят не один раз в неделю, как в Sims 4. Задружились с Ритой до Кизбрысь. А давайте попробуем с Ритой выяснить отношения. Может быть, Фаина по девочкам, и у нее прокрутится желание. Нет, Рита ей не понравилась. Нет, понравилась, судя по всему. Теперь она хочет завязать крепкую дружбу с Тиффани. Но это уже лучше, потому что есть на это шанс. Да, кстати говоря, когда перечеркнутая молния, тоже меняются желания. Ну что ж, замкнем стены, поставим самую дешевую дверцу. От греха передвинем печку подальше. А еще лучше вообще поставим ее на второй этаж. Ну вот, начались муки нестерпимых позывов. Придется тебе сейчас опозориться. Я вот даже не знаю, сделать это на глазах Риты или спрятаться под кроватью. Фаечка, я очень жду твоего конфуза, чтобы ты уже спокойно смогла помыться. Я, кстати говоря, даже раковину поставлю вот сюда, чтобы ты мылась в тепле и покое. Все-таки лучше для этих дел закрыться в комнате, чтобы Рита этого не видела, а то ты будешь очень переживать, рыдать и плакать. Ну что, случилось? Давай, давай, уже присаживайся там, где стоишь. Ох, очень много времени занимается вот это вот поиск места. А мы еще даже завтра не сможем купить толчок, потому что 225 нам дадут. 30 у нас на счету, если их не заберут. А толчок тут стоит целых 300 символионов. Это просто какой-то ужас. Ну, наконец-то, волшебное омовение. По-моему, первое в этой попытке. Давай, давай, давай. И, наверное, с Ритой надо попрощаться, чтобы уже поставить спокойно колонну от воров и лечь почивать. Поразительная неизменность желаний. Вымой раковину, помой еще раз ручки и готовься к рабочему дню. Итак, новый рабочий день. Ну, где вы еще такое видели? Уже среда, а Фаина до сих пор без толчка. Ну, интересно, отберут у нас эти последние 30 символионов? Покормить не забудьте девицу. Хотя бы от пуза кормят. Жалко, что туалет закрыт на ремонт. 255! Ну, какой кошмар просто! Не хватает на толчок. И на шахматы тем более не хватает. Они вообще жутко дорогие. Уперись в своем дворце и полежи, подумай о своей тяжелой судьбине. А завтра, кстати говоря, опять принесут щита. А мужики у нас будут ходить вокруг дома? Или с девушкой придется дружиться, чтобы в кисбрысь поиграть? Алифтина тоже нам что-то в карман подсунула. Нарушила ограничения спорт, потому что у нас уже лежало три газеты. Ребята, она подарила нам компьютер! Алифтина! Это фантастика! Подарки вот таким образом принесенные можно брать. Теперь главное, чтобы нам хватило на стол, на самый дешевенький стол и на стул. И тогда мы сможем писать романы. Как все дорого стоит! Ужас! Просто ужас! Ну, это удача! Уж я не знаю, спасет это нас или нет. Я, честно говоря, хотела уже эту попытку переигрывать, ну, потому что все очень плохо. Может быть, это нам и не поможет особо, но все-таки хоть какой-то шанс появился. Ну, потому что накопить на компьютер, при том, что ее вообще не повышают. И ее никак не повысят, потому что мы не можем купить шахматы. Опять откладывается покупка унитаза. Но с компьютера можно хотя бы будет писать романы. Это приработок. Можно, конечно, посмотреть еще другие карьеры. Но дело в том, что эта карьера одна из самых высокооплачиваемых. На любой карьере у Фаины очень мало шансов повышения. При отсутствии нужных предметов для прокачивания навыка. И главное, при отсутствии первоочередных предметов для повышения нужд. Поэтому я решила еще побороться. И вообще, вы знаете, друзья, я решила доиграть эту попытку до логического конца. До смерти, до провала, безнадежности, чтобы, в конце концов, я, можно сказать, с нуля вновь осваиваю Апокалипсис в Симс 2, потому что я очень-очень давно не играла. И очень многие навыки нужно нарабатывать. А потом уже с учетом всех ошибок сейчас совершенных, начать все начисто, выбрать правильное стремление, а это, скорее всего, все-таки знания придется выбирать при таком старте. Потому что я пробовала выбирать еще популярщика, который хочет много друзей, но, может быть, я там не те желания залучивала. Там тоже как-то было с Аспирэйшен не очень хорошо. Буду очень рада, если вы меня поддержите. Спасибо, что наблюдали этот трэш со мной и, надеюсь, увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok